Меня вот волнует, тоже я об этом думаю, перебираться. У меня одна дочка там в Анапе, а другие здесь в Сибири. И еще, как вот это длинно, как влияет смена климата, как психологическое вот это происходит, это в таком возрасте, это как бы перетрубация на новые, значит, это люди другие. Ну Красноярска, ладно, здесь. Сибиряки нормальные, а климат там вообще нормальный. Все умеренно так, и влажность, и все. Зимой снега немного, нормально там. Еще тут климат. Люди нормальные, хорошие. А здоровье твое соотносительно, допустим, Забайкальского, это давление атмосферное там? Нет, там ловчей, там ловчей. Лучше. Да. Получается, что-то. Чувствуешь себя лучше? Да, лучше. А так это уже просто, понимаешь с возрастом, что это как бы необходимость, чтобы... Ну, конечно, тут уже в селе тяжелее же все равно оставаться, эти дрова и все это. Там пришел с работы, помылся легкой. Видишь, в чем парадокс? В этом хорошо, а в душевности, что вот это, пообщение какого-то, а вот этой простоты какой-то, вот этого не хватает. А там есть вот такого, чтобы люди, допустим, на лавочках сидели, в домино играли, там как раньше. Ну, на работе только, пока на работе. Вот так вот вышел, да. Поразговаривал, пообщался. Ну, вот все равно город суета, у каждого свои динамы. А тут-то что, вышли на лавочку, сидят в деревне, не работать, время у всех много. Сидят, корову ждут. Ну, я вот выйду все. И там, ищи, и я вову, ну, иди сюда. И будет тебе. А в город он свою, этот ритм напряжения, он все равно дает знать. Ну, конечно. А то надо с молодости, если переезжать, переезжать, привыкать. А сейчас, наверное, тяжело, если только ничем. А если, если тебя, допустим, переехал бы вот в таком возрасте, что еще внуки, внуки маленькие. Да, да. И, допустим, тебя бы это дети свои же подрядили бы этих внуков водить по-разному, значит, этим секциям туда-сюда. Наверное, тяжеловато было бы. Ну, я бы не пошел. Ну, жена-то, Нина-то, она везде с ними. Везде. На выставки, на праздники. Не, ну, это одно выставки, праздники. А раньше ежедневно, недельно там расписание, допустим, захотели сделать из него там какого-нибудь мастера. Вот туда переехали первый год, и пандемия началась. Я как туда переехал, я 7 или 8 месяцев, и я опять сюда приехал, а лето тут прожил. Вот такая канитель. А это все говорят зимой, что Красноярск смог-смог. Ну, че? Ну, есть, конечно. Но я, это, как бы, живу-то, это... Ну, оно, как бы, не окраин, оно получаться, если так-то, центр. Оно получается раз, а сюда, как бы, это, ну, как бы сказать, пач, вот есть. Мы сюда, там озеро, лес рядом. И Красноярск туда опять пошел. То есть проблема эта есть еще, ага, по крайней мере. Ну, Красноярск сам по себе, говорят, это очень красивый. строится. Строится красивый, там туристическая зона, где-то на острове. Есть там эти столбы эти. Ну, вот ходил я там эту в Гриву, но красиво там эти маршруты все для пешеходов, все обозначено, тропинки эти все заасфальтированы. Так, вопрос снежный. Ты же благоустроен, это тебя не касается. А если бы в частном доме там снега, наверное, много ворочать? Ой, снегу там. Вот машины стоят на зиму на приколе. Все они, вот как кофны стоят это под снегом. Да. Снега много. Понятно. А то у нас, у нас тут один товарищ тоже к дочке в Черемхову уезжает. Тут другие собрались, значит, ну, у них Барнауле сын-то второй тоже там, или не знаю, точно он играть не был. Ну, они на природу типа в Горный Алтай. Ну, кто куда, вот к детям. Я вот жалею, что у меня одна душа так подчеркивалась, а других от от Новосибирска, то в Омск. А одна вообще морем страдала, укатила в Анапу. Хотя в Анапе там тоже проблемы. А я вот посмотрел по этим, по всяким отзывам, много мониторил, много. и она, по-моему, ни в коем случае нельзя с моим сердцем. Мне же тоже это давали, я так скажу, в 95-м. Только я знаю. Направляли мне, но я отказался, сейчас уже 30, и это как операцию должны были сделать. Но это же, как говорится, это шишел-мышел, этот вышел, как говорится. Ну, у меня сердце-то, у меня мышца-то здоровая. Вот это. Клапану все равночил его, это как бы маленько повело, он не перекрывал это. Жудочек. у меня кальцимин образовался. А, у тебя другое, а у меня-то они слабые, ревматические, оба, оба клапана артальный и метральный. И получается, что сейчас вот с возрастом это здоровье так уж, сейчас это сильно здорово дает. А раньше-то я просто выезжал на характере просто, ну, как бы, вопреки. Ну, ну, а так говорили, езжай, бери с собой дочь или жену на всякий случай. Если хорошо, приедете, посмотрите в окно. А если не очень, то в другом поезде она тебя хоть привезет, а зато если сделаешь 10 лет, будешь, как это, типа, горцевать, а потом неизвестно, что. Так, что я, прожил, слава богу. Уже поколение уходит. Уже, дай бог. Я сейчас спортом занимался перед тобой. Молодец. Я 20 раз отжимаюсь, спокоен. Не, я сейчас об этом только задумался, как жареный петух в одно место клюнул, только сейчас я об этом задумался. А всегда, всегда раньше думал, ну успею, у меня же запас, запас, запас прочности есть, типа, успеешь, куда. Я-то постоян, молодец. Дома экспандеры, еще гантель, еще есть. На молоток. Ну ладно, мы сейчас с тобой обменяемся. Это я тебе свой дам WhatsApp на всякий случай. Можешь через меня на Ольгу или прямо на нее. Но сейчас мы ее WhatsApp, у меня ее нет, мы только через одноклассники общаемся. Тогда это я тебе своей. Ну я пройду туда, отсюда с краю зайду. Я заходил там до Мишки, ну вот вычету, как мы, ты же знаешь, и до Нины Юткиной, она с моей Ниной подруги, вот у нее был и все. А так с этого края зашел туда, дошел и обратно. И через год перебрел. А сейчас ты, наверное, не перебрешь это? Речка-то маленькая, вот она. Да? Да. Она, вид-то она широкая. А в городе-то она вообще высохла. И главное испортилось вся эта ил, зелень. Так а здесь тоже тину несет. Пошел эти закидушки забросил, утром прихожу, все зелено. Водоросли, это тина. Ну и два раза. Тебе-то что рассказывать раньше так, разве сорвешь на рыбалку? Но те граки водились. В речку зашел, рак за палец прицепился. Ну ладно, да будем заканчивать. Сейчас я тогда это куда-нибудь черкну и а, я тебе в телефон сразу забью. Ну ладно, поки, давай. КОНЕЦ